В свое свободное время десятиклассник средней школы номер пять Михаил Демидюк посвящает двум увлечениям – информатике и биологии. Если к первому он пришел еще в начальной школе, то наука обо всем живом стала любимой уже в старшем звене. Во многом благодаря наставнику Светлане Иванюк. Интересные факты, поданные необычно, увлекли пытливый юношеский ум. И сегодня без занятий биологией Михаил уже не представляет себя. Когда начинаешь ее изучать подробно, ты понимаешь, насколько просто удивительный мир, насколько он сложно устроен и насколько, как это все смогло так организоваться путем долгих лет эволюции, чтобы получились вот такие сложные организмы, как мы, когда нервную систему мы до сих пор не можем полноценно изучить, понять, как у нас сознание формируется, как память. То есть это удивительно просто. И биология, ее невозможно объять. Там просто столько всего, что обхватить все невозможно никак. Не изучить, не прочитать, вообще никак. Миша вообще увлеченный мальчик во всех предметах. Когда смотришь в его глаза, вот видишь, они загораются при получении любой новой информации. То есть сразу было видно, что это ребенок, который впитывает всю информацию как губка. Вообще хотелось бы, конечно, чтобы у Миши все складывалось хорошо, все получалось, потому что это ребенок, который, в общем-то, заслуживает этих побед. Очень старательный, добросовестный, очень много занимается самостоятельно. Сейчас у нас работает ресурсный центр при нашем университете имени Пушкина. Дети два раза в неделю ходят, посещают занятия преподавателя университета. То есть это еще плюс подготовка. О том, что на Олимпиаде, проводимой БГУ, он займет второе место, Михаил даже не думал. Это для него была еще одна возможность проверить свои знания, а также шанс испробовать новый для себя формат. Решать онлайн показалось юноше проще. Позади заключительный этап Республиканской Олимпиады офлайн, которая хоть и с достижениями, но далась непросто. Однако результат приятно порадовал. Он укрепил уверенность в знаниях и подтвердил мнение, что если очень хочешь, то обязательно всего добьешься. Готовился я, естественно, просто проходил материал еще с лета. Готовился к Республиканской Олимпиаде вообще по биологии. И получается, готовился, готовился. И тут мне говорят Олимпиада, и я говорю, ну, надо как этап подготовки к Республиканской проверить, где у меня пропуски. Тем более там была статистика потом по тем, получается, секциям, в которых у тебя пропуски, где что подучить, такая совета и разборы всех заданий подробные. Вот, и я решил, что это, ну, почему бы не поучаствовать, понять, где у меня пробелы, что заполнить, и заодно подготовиться, изучить подробнее материал на уровне университета. Средняя школа номер пять известна в городе своими учениками. Биология здесь один из самых сильных предметов. Это подтверждают многочисленные награды ребят. Но за большими эмоциями и достижениями всегда стоит кропотливая работа ученика и учителя. А наставник и есть тот ключик, который открывает таланты. И главное увидеть. А у таких учеников, как Михаил, все очевидно. Конечно, приятно, когда дети получают по заслугам свои работы, что не проходит вложенный в них труд даром. Всегда приятно. Победа – это всегда приятно. Ну и волнительно. Потому что пока он там отвечает на Олимпиаде, мы тут все волнуемся, переживаем. Хоть бы все было хорошо. Сегодня Михаил Демидюк активно работает. Его ожидает очередная Олимпиада, а также 11 класс и выпускные экзамены. Кстати, биологию юноша хочет видеть в числе основных своих предметов и дальше. Поэтому сегодня активно изучает вступительные программы и ищет профессию, объединяющую два его увлечения – информатику и биологию. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...